Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил, слышал от нас. Благовествование в Дом Завете. И только Исаия про это говорит. Просто считать, внимания не обратишь. Из всех пророков Ветхого Завета только Исаия назван Ветхозаветным Евангелистом. 53 глава полностью посвящена страданиям Христа. Он не взязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Ранами его мы исцелили. Эта книга тревожила людей. О ком речь? И мы видим, как Филипп Диакон пристает к колеснице Евнуха. Евнух считает именно это место. Именно эту главу. И именно они понимают, как и все. О ком? О себе пророк говорит это. Или о другом? Ну, значит, необходимо было, чтобы сошел Дух Святой. Мысленно пройдемся с пророками и апостолами. Где они были? 750 лет до Рождества Христова. Исаий говорит, кто поверил и кто послушался нашего благорестования? Он говорил, а никто не слышал. Когда мы сегодня считаем пророков, они имеют силу. Но не ту, которую имели они. Эти слова, когда они жили. Я на суде сказал, я говорю, вот, я говорю слова Златовустава. Они не имеют для нас никакого значения. Я их сам, а с тебя говорю, не ссылая Златовустава, вы меня уже судите. То есть слова должны оживотворяться живым человеком. И советская церковь тоже разрешала выпускать Библию. У меня Библия на столе лежит 1956 года издание. Москва. По благословению патриарха Алексея Первого. А то, что говорит пророк Исаия, в то время стоило ему жизни. И то, что говорит Павел, стоило ему жизни. Теперь мы эти слова повторяем, ничего же не стоим. Притом они эти слова передавали в своей интерпретации. Когда Павел приводит эти слова, и он не дословно приводит, он ухватывает только мысль. Мы будем цитировать точно, дословно, чтобы не уклониться. Кто поверил слышанному? Ну, каждый себе скажет, кому ты говорил, ты можешь сказать, ну, кто поверил? И кто послушался благовествованию нашему? Я вот много уже раз говорил. У нас богослужение два раза всего. В воскресенье нельзя не приходить. Кому? Отвечает от церкви. А о субботе еще не сказано. Некоторые не приходят. Ни почему, просто не приходят. Два-три раза не пришли, дальше уже это место переболело. Просто не приходят. Вот у кого люди не пришли, поговорите с ними. Найдите важную причину. Работы много, но это не настолько важно, чем спасение души. Бог продлит тебе жизнь. Продлит сутки твои. Не пропускай. Ты этого ничего уже сегодня не услышишь. Ну, ладно, еще заснял, пересчитали. Но и то это только в записи. Человек должен устами к устам. Отверзи уста мои, и я наполни их. Что, что человек может не говорить никому, причина одна. Грех неверия. Захария не поверил, ангел говорит, будешь молчать. И я был как бы не слышащий. Сейчас считали псалмы Давида. Стоптали в землю жизнь мою. То есть, когда Бог допускает поругание, человек молчит, замыкает уста. Ты хотел, чтобы люди слушали твои слова? Пророк Исаия тоже хотел. И как он скорбел. И обращается к Богу. Этих слов нигде не было написано. Это мы сегодня говорим, пророк Исаия, глава такая. Не было ничего. Он просто стоял Богу и говорит, Иеговы, меня никто не слушает. Я вам говорил, ходил в Иерусалим, ходил в Иерехов, ходил в Хапернаум. Но кто-то слушал-то мое благословение. Неважно. Заталут говорит, если никто не слушается, награда моя больше у Бога будет. Удивительный вывод делает он. Потому называется золотые уста. Исаия говорит, Господи, кто поверил слышному от нас? Ну а кто-то все не поверил. Через 750 лет заговорил это слово. И я уверен, наше слово, которое мы говорим, пишем, сегодня люди могут не принимать. Оно когда-то заговорит. Оно в этих детях заговорит. Во внуках этих внуков заговорит. Почему? Слово Божие говорит, потому что слово мое не бывает счетным. Оно возвращается и исполняет то, что я повелел ему. Бог повелел. Слово это послание Божий как живое. Он непременно выполнит. Но посылает, допустим, где-то в разбойнике. Убить такого-то надо, отстрелять его. И на нынке киллер идет и убивает. Он получает за это деньги. А если не выполнен, где выполнят, его убьют. Если вот нам-то под таким условием говорили, не будешь благовествовать, тебе будет то же самое, что с теми, которые погибли. Наверное, вы дрогнули. Пишите кому-то письма. Кто-то вам звонит. Где-то встречаетесь, ездите. Упрашивайте Господа Бога. Господи, положи мне на сердце. Ну, может, кто-то и послушает. Кто поверил в проповеди Евангелия в России? Вспомните 90-е годы. И вдруг свободу дали. Тысячелетия России отпраздновали и сразу Библию повезли. И Библию сюда везли не в карманах, как мы возили. Не за пазухой. Не машинами. Вагонами и со старыми. На стадионах заезжали грузовики груженые и раздавали Библию. На стадионе 5 тысяч человек приходи, Библию бери. Болялись порванные, но не все порванные. Я разговаривал с людьми, которые стали в это время бафтистами, сектантами. Я ходил в православную церковь. Ну, приду, батюшка перечисляет Ивана, Василия, Марью, Татьяну. Перечисляет. Ну, кого перечисляет? Живой, спокойно. И вдруг вижу надпись. Приходите туда, в такой-то день будут давать Библию. Я давно искал Библию. Я пошел, правда, они мне дали. А потом пригласили к себе. Православные ходили на стадион тоже. И что? Брали. Переносили через дорогу в храм и сразу продавали в 10 раз дороже. Может быть, деньги и нужны. Я спрошу православных, которые перепродавали, с этим соглашаются. Да так. Вы же не пропили, не проблудили. Да, слова нет. А куда? Храмы строить надо было. Храмы. Они не нужны оказались в храм. Мы остались опять на развалинах. Надо было к живым храмам идти. Кто поверил слышанному? Я вот постоянно эти слова говорю. Я сколько раз говорил в субботу, не пропускайте богослужения. Кто поверил слышанному? Те стоят здесь. Кто не поверил, их нет. Работайте. Работайте. И вы увидите, как дрогнет стена, и все будет по-другому. Что нам говорит Слово Божие? Вот я говорю, сейчас бы как бы за руку каждого. Пойдемте с вами. Пройдемте. Пророку Исаию еще раз заглянем. Сядем около него и послушаем. 61.1. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Господь, конечно, говорит. И мы скажем, Господи помажь меня, Духом Святым, чтобы я мог благовествовать нищим, которые ничего не знают, ничего не слышали. Даже те, которые были враждебны, за свидетельствами. Вот представьте, меня судят, я обращаюсь к своей биографии. Я возвращаюсь и ко мне на квартиру приезжает полковник КГБ и берет книги. Это как? Судья, который на меня отправил по этапу ссылки, приезжает ко мне и берет книги, покупает. Значит, кто-то чему-то поверил. И не только эти люди, которые не хотели ничего слышать, сектанцы приходят. Да и некоторые православные. Было время пробуждения в России, когда возвращались пленные русские, бывшие в Германии, там они Евангелие встретили. Было пробуждение в русском народе. Никогда больше ни в России, ни в мире такого бурного обращения людей не было. Я считал выступления баптистских руководителей, они говорят, в мировой истории, не было более благоприятной почвы для евангелизации, как в России. Богоискательство было. Знали какие-то жития. Шли службы, люди стояли и не понимали, куда мыкнутся. И вдруг свои же парфени, свои фондрации стали возвращаться в хромство с евангелиями. На русском языке стали собирать 2-3 человека. Я говорю, а как ты их искал? Ну как, мне сказали вельник, а вельник в районе, там 18 километров, что он верит в Бога. Я взял евангелие и пошел. Я говорю, только из плена вернулся. Ну и что? Подхожу, а гуси, пришли там гуси, он вышел. Ой, Яков Тимакар, как они тут? Я говорю, развернулся и назад. Такие слова Яков Тимакар верующий не скажет. Я ты в Библии. Я развернулся и ты даже здороваться не стал, пошел. У него, смотрите, уже в руках, какая лакмусовая бумажка была. Он понимал, что верующий человек, это человек иной. Благовестие нести никакого труда не надо. Вот только услышал, и сразу иди, благовествуй. Я разговаривал с иеговистами, которые идут от двери к двери по всему миру и везде. Они страшно неврамотные, они невежественные. Разговариваешь, поражаешься, что тупее нас намного. Но они идут и приобретают, и приобретают. Среди православных было пробуждение, а среди старобрятцев не было. Я тоже вопрос себе задал, а почему никто не исследует? Потому что среди православных уже появлялась Евангелие, уже появлялось живое слово. В православии никогда не говорили, что читая Библию, сойдешь с ума. У старобрятцев говорили. Поэтому все, кто приходил в Библию, они оторгаемы были. Вот причина в чем. Если мы хотим быть благовестниками, мы людям должны принести Евангелие. В запасе у нас должен быть новый завет. Лука, цель 18. «Благо и другое благовествовал он народу, получая его». Иоанн Креститель получает, благовествуя. Хорошо. Он нас одобряет. 20-й главпир стих Лука. В 11 дней, когда он, Иисус, учил народ в храме и благовествовал, значит, и в храме разрешалось благовествовать. А Христос-то был не из колена Левиина, а из Иудина. И он не был официальным рабой там храма. Смотрите, какая была свобода. Апостолы заходят, с ним сразу подошли и спрашивают, а у вас есть слово к народу? В православии никогда этого положения не было. Батюшка вышел, сходил, обошел, распланивается, крутится за ним, как он идет в храмах, подойти к иконе, поцеловать, угон, вступнуть ее. То есть все только внешнее. Я могу ходить годами, и я со всеми талантами моими, я абсолютно ненужный человек в храме. Я спрашивал архиерея, чем я могу быть полезен? Раньше еще. Ну чем? Ты ходишь в храм, молишься, что тебе еще надо? Не нужно. Надо раскрыть, раскопорить все эти таланты. А таланты эти Господь нам дает, мы знаем Евангелие, живое слово. Деяние 5.42. И всякий день в храме, по домам, не переставали учить и благовествовать. Это единственное, чего не могли они позволить себе остановиться, чтобы не проповедовать. Ежедневно, по храмам. А у нас в Библии лежат, спрашивают детей, и помнят, когда читали Евангелие. Когда открыли. Вы, учителя, определяйте, кто верующий. Я уже говорил вам. Задавайте по одному стиху на день, ведь это нетрудно. Как это все потом запомнится? Детская душа, она так восприимчива к словам Господа. Пустите детей. Учат разные формулы, теоремы, а они ему не потребуются в жизни. А Слово Божие потребуется. Деяния. Несколько раз нас зовет к благовестию. Восемь-четыре. А между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Это миряне, простые. Нас, если сегодня разгонят, случится пожар, подожгут, обложились стенам-то под завязку. Один только за росту брата стоит, далеко метров на сто от дома. Один только правильно стен охранит. Я много раз говорил. Молитесь крепко-крепко, начиная с этого времени, по крайней мере, до конечного весны. Если ветер с той стороны, одна из края, деревни не будет в один день. И пойдем мы благовестить, или протянем руку, чтобы нас накормили. Только в подвалах картошка останется. У нас еще больше не будет здесь. В один день все, язык пламени свизнет. Так что гримать сегодня некогда будет. Пощащина, ночью вставайте. Деяния 8.35. Отверстие ста свои. И начавши от всего Писания, благовестовал ему об Иисусе. Филипп. А что бы он говорил об Иисусе, если не знал? Какой бы нам вопрос ни задали, мы сразу начнем благовестовать. А уж кто поверит слышим ему. Филипп 8.40 оказался в Азоте. Господь перенес его. И проходя, благовестовал всем городам. Что у них? Семьи ни у кого не было. У Петра была семья. Была работа. А для того, чтобы ловить рыбу, это нужна специальная погода, лодка, сети. Там работы много, если от одной рыбы жить. Это так. Не на проход, когда, а то можно сходить с удочкой посидеть. Все, оставил и пошел. Я говорю, я прихидывал к себе, я не готов. Ну, просто я не встречался с этим, и куда бы я пошел сейчас? У меня тут насиженное место, постель своя, крючок на двери, я знаю, как дыхается. Куда бы я пошел? Да кто примет? Они вообще такие вопросы не ставили. Деяние 14, мы там благовествовали. 16, 10. После всего видения, то, что мы положили, отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там видением. Я насчитывал жития святых и скажу, они полностью, почти все основаны на видениях. И ни одного видения нигде нет, чтобы благовествовать призывали. Храм строят, иконы чудотворные везут, храм, но еще выше, конечно, это монастырь. Избрали путь, бремена неудобно носимые. Представьте, выйти в пустыне, ничего нет. Корешок какой-то, скопать, досъедобный или несъедобный, определить надо его. 47 лет она ходила, человека не видала. И они этим похваляли. Молчальник. Ни разу нигде никак не сказать. Ни слова. И избирали такие подвиги и родствовать. Слюни по бороде, бросаются, безумствуют, ходят голые. Ничего этого Господь никого не требует. Требует одно, идите и расскажите людям о любви Божией. А вот это как раз мы не делаем. Я слышал такой разговор, будто бы выставка была разных машин, какие в Советском Союзе выпускают. И вот посмотрел, посмотрел, японец и великанец, какие русские линные люди. Всякие машины придумали, через бревно может перелезти, по горам, как угодно. И все для того, чтобы ты по дороге не строишь. У нас что угодно придумают в житиях святых, лишь бы только не благовествовать. А вот, говорит, прекрасный путь, идите по нему и не заблудитесь. Путь благовестия. Если не сеешь, то что будет? Ты можешь день и ночь работать, строгать, пилить, руду добывать, но семя брось, зерно, если после ничего не будет, тебе самое уже не нужно будет. Все. Ты, дети твои умрут. Как это не понимали? Кто поверил слышанному от апостолов? В России-то вообще этого не слышали. Ни одного призыва нигде нет. Ни Серафим Саровский, ни Анкараштадский к этому не призывал. Никто. Чудотворство. Батюшка начнет перечислять чудотворство, чудотворство, чудотворство. Ну почему не говорит благовестник и какой-нибудь бочкой ничего? Упиваешься этим словом чудотворность. Пять минут только одно слово повторяешь, вижу, перестал. Один раз скажется во множественном числе. Да и так понятно. У нас одна молитва. Господи, вышли делатели на жатву. Господь сказал, спросите, чтобы выспал делатели. Делателей нет. Чужие делатели пришли в виноградник, 1 Иоанна 3.11. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала. Криминам Павел говорит, сколько раз он говорит о благовестии. 1.9. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим благовествованием. Я служу Богу благовествованием внутренним духом моим. Ни один поп сегодня этого не скажет. Какая служба, как я службу правлю. Попробуем сегодня упустить три слова службы, его значит притянут. Прослужил всю жизнь, ни разу не пропалил, а его никто не спросит. Это совершенно новая религия. Я об этом говорю, кричу, и никто не слышит. Кто поверил, слышит нам? Я эти слова прямо к себе отношу. Римлянам 1.15. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам. Павла зовут в гости. Он говорит, я готов благовествовать. Батюшка вчера уехал, опять по России поехал, Мерцисок, я говорю, проведать поехал. Скажи, ты поехал благовествовать? А кому благовествовать? Да еще, что не сидишь, лишними деньгами трясешь. Пошел, и еще вернулся. Батюшка, зачем ты ездишь? Ведь тебя хоронить некому будет. Умрешь дорогой где-нибудь. Лучше отдай мне деньги, определи их, куда надо. Ладно тебе. Поехал опять. Ну иди, найди кому благовествовать. Только тогда будет оправданно, если ты на благовествие идешь. Римлянам 2.16. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела. И это должны мы говорить в благовествовании. Судь Божий будет. Все, что люди делают тайно, что вы не осознаетесь, Бог это откроет. И откроет не перед двумя человеками, а перед всей вселенной. Все воскреснут. Заново будет пересмотрено. Римлянам 10.16. Но не все послушались благовествования. О чем мы и слышали. Римлянам 15.16. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершить священное действие благовествования Божия. окажется благовествование проповедь о Христе делаясь священником. Вот сегодня мысли указание патриарха да, да нет, он ничего этого не сделал. Решение бы сенок принял, я подумал, и ничего не сделать. Чтобы раскопали таланты, чтобы в церкви была проповедь, как у сектантов. Маленький молитвенный дом, в несколько раз меньше храма. Спрашивай, сколько проповедников, 22, 24, иногда 40 проповедников. Да все вместе взятые проповедники ни одного класса на семинаре не кончали, а проповедуют, прямо говорят о Христе. Да, что-то он не знает, говоришь, видно там у него какие-то пробелы, но главное, они все знают, что за грехи наши умер Христос. Они верят, что Агнец Божий, взявший грехи мира, это Спаситель Иисус. Все, любая бабушка знает. Нас удивило, когда пошли к адвентистам, проповедник говорит, так говорит Пророк Деил, глава 5, вот сидят бабушки по 80 лет, все с библиями, и только шорох в странице идет, они уже листают. Он опять говорит, она законе написана, и только опять шорох в другую сторону листает. Как одна, все. Ну, легко было научить. Стали говорить, а из них из 100 человек 85 души православные. Я и Бога здесь узнала, я сколько ходил, не знала, к батюшке обращалась, он со мной разговаривать не стал. Мне никто не говорил, вот нашлись хорошие люди, ко мне на дом пришли, пригласили, я пошла. Как я рада, как Бога благодарю. Я теперь знаю. Она впала в яму, еще больше глубокую, а виновных Бог найдет. А она не то, что не поверила в благовествование, а сегодня мы будем говорить так, Господи, да нам не было благовествования, нам никто про это не говорил. Римлянам 15, 19. Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима. То есть, если бы от Москвы, от Киева распространяли, я уверен, революции могло и не быть. Римлянам 15, 20. Притом, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, добыть и созидать на чужом основании. 15, 29. Приду с полным благословением благовествования Христово. То есть, человека ждали, он придет с полным благословением. И он ответит на вопросы, и как катается спасение, как относиться друг к другу, семейное отношение, государственное образование. Это полное благословение. Молитесь об этом, чтобы Бог все это на сердце нам положил. Если этого знать еще не будем, мы просто темные, необразованные. Вот в Коринфянам в первом послании сколько раз Павел касается благословения. Христово послал меня не крестить, и благословить, чтобы не упразднить креста Христово. У нас крестами все облеплено. На теле крест, на храме крест, храме крест, а о хресте ничего толком не могут сказать. Когда Павел говорит, чтобы не упразднить креста, значит, постоянно говорит о страданиях Иисуса, о том, что Он мои грехи взял на крест. А у нас крест просто как петиш, как оберег какой-то. Вот я крестик надел, да еще на кожу преступник наколит, ну тогда его не посадят. У нас отношение к самому кресту языческое, как к шаману к какому-то амулету относится. 1 Коринфе 4,15. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благобеслованием. А сегодня родили где? Ладошкой мокрой по голове провели. Нигде про это не написано, что рождение так не будет. Спросите любого священника, скажите, батюшка, что такое рождение слышат? Ну, крещение от воды и духа. Они все так и понимают, им семинары так преподают. Да вся страна крещеная, то есть моченая, ничего нету. Рожденный в духе он мгновенно понимает по-другому. Не так, как вчера понимал. У него полный переворот. У него обращение. У нас обращения у многих не было. Обращение это поворот. Шел туда, так понимал, вот ты обратился к Богу. Теперь ты почему ты опять сюда-то идешь? У меня такой характер. Нет этого характера. Я был гонителем церкви Божьей. Это он шел туда, гнал. А теперь повернул в другую сторону через забор, через заграду, через стену и только, дай Бог, убежать. Обращение к Богу меняет все. Проверяйте себя постоянно. Был ли у меня этот переворот в характере, в отношениях. 1 Коринфян 9, 12. Дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову нашим поведением, чтобы никто не сказал, говоришь, а там как делаешь. 9, 14. Так и Господь повелел проповедующим Евангелем жить от благовестия. Сегодня от благовестия, если бы жить, с голоду поняли бы и епископы, и епархии, и все. От благовестия его нету. Благая весть это прямо говорить о Христе. Не какие-то собрания, совещания, конгрессы, консилиумы. Это все мирское. Я получаю разные газеты, епархиальные, со всей сны. И как одна под копирку. Все одно храмы, мощи, мироточения, крестные ходы, и крестный ход, и четыре страницы полных, как идут. Ничего евангельского нет в этом. 1 Коринфян 9, проповеда Евангелия благовествуй о Христе безмездно. Не прошу за это деньги. 15, 10, 11. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. 1-2. Напоминает. Надо постоянно напоминать. Вы слышали, как я в прошлый раз говорил? Вот я еще раз напоминаю. Я услышал из-за того стадного выражения. Если в храм кто не ходит, он совершает грех хама. Хам не прикрыл наготу отца. А ты не пришел в храм, раздел мать. Мне этого достаточно было, чтобы я уже взял для себя. Хамом быть не хочу все. Ни одного богослужения практически не пропустил за 46 лет. Ну, субок, воскресенье имею ввиду. Почему? Я хамом за того сказал. А какие доказательства? Очень просто. Мы все как листики прикрываем мать-церковь. И наше дерево будет голое. Возьми один раз это для себя. Не хочу быть хамкой. Ни одного субботнего богослужения не пропущу. Все. Апостол Павел говорит далее к Коринфянам в 2 послании 2.12. Придя сразу для благовествования Христе, хотя отверстие было здесь. Опять здесь была отверстие для благовествования. То есть были люди готовые слушать. Мы завтра думаем поехать в Шарчино и может быть феменство проедем. Вы сегодня начните молиться. чтобы было благовествование успешным. В прошлый раз мы с братом проехали в Корчино в 6 домах было и везде нас приняли. Везде книги оставили. Просто хорошо приняли. А уже какой результат был? То есть было посеяно прямо в 6 евангелия. Везде Новые Заветы подарили, мне не было. Коеки даже книги кусили. Мы поедем. Нам нужна поддержка. А если закрыться в нашем благовествовании, то закрыться для погибающих. Те, которые не принимают это, потому что они не предуставлены к вечной жизни. 10.14. Достигли до вас благовествованием Христовым. Достигли. Можно сказать тогда, когда идет проповедь. Вот я достиг вас благовествованием, вы со мной встретились. А ты скажи, я достиг дочери, я достиг внучки, с ней беседуем. Какое-то местописание, что вы заучили. Как его применить в жизни. А там у Много Павла сейчас сидим. И он далее говорит Галатам 1.6.7. И вы так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить в благовествование Христово. То есть в ином виде подать ему. Так что проповедники не все одинаковые. Вы смотрите, что они говорят. У вас тут было потерять эту смуту. Какую начал один человек наводиться? Из дома в дом бегать и плакать, показывать, что ты ему что-то явился, а ничего оказалось нет. Я говорю, ничего у тебя не было. Просто сатана и при том стандарт везде один. Кто-то сказал, какое-то видение, явление, а дальше опять спускается на еще ниже. Совершенно. И храм теперь человек не ходит. Полностью все потерял. С этим играть нельзя. Ты подожерел во дворе на виде порядок. Детей приучи рано вставать, на молитву, чтобы они стремились. Даже тебя дома не будет, они молитву не пропустили. 8 и 11. Если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет вам, будет анапима. Надо научиться встречать то, что говорят. К нам заезжают иногда иеретики, сами в городе встречаемся. Не бойтесь называться православными. Хотя открыто говорить, что я православный, у людей представление такое, что я ничего не знаю о Христе. Это как бы знак равенства стоит. А вы покажите, что это не так. Что и в православии люди встречаются со Христом. 2.2. Ходил же по оскровению и предложил там особо знаменитейшее благовествование, проповедуемое мною язычниками и напрасно для подвизаевцев или подвизаевцев. Вот сегодня если проверяют, проверяющий приедет батюшка, значит, они простоят службу, как он какими дверями заходит, выходит, как ходит, когда благословат. Они только поэтому проверят. А благовествование никто не проверяет. Критерий один. Как ты проповедуешь? Скажи, кто встречается, что ты говоришь, заходишь в дом? Вот я заходил, когда в камеру, я широко переключусь и говорю, мир дома сему. Вся камера замерла сразу. И в дом точно так же. А тут уже начинается движение. Уже через 10 минут люди начинают подходить, спрашивать, молиться, писать. И в этот первый вечер начинается благовестие. Все преступники знают, курить нельзя, ни один не курит. Ни один, два часа. Сила Солова Божия все молились. Я вспоминаю, как триумфально прошел. Разговаривал, когда со священниками, которые сидели, ни у одного этого не было, ничего подобного. Просто все вместе сидели, были, в свободное время играли там шахматы, шашки дают за мину, больше ничего нет. Никогда не прикасайся к пустоте. Всегда помни, ты посланник Иисуса. Ты его уполномоченный, Ефесянам 6.15, и обул ноги в готовность благовествовать их, 6.19, и о мне молитесь, дабы мне дано было слово, устами моими, открытость, дерзновением, возвращаясь, тайным благовествованием. Молитесь обо мне, сейчас выезжает, молитесь обо мне, что он имеет ввиду, чтобы не напал на него разбойник, ну и колеса срезки не сошли. У нас ведь просьбы-то, какие все? А он молится, чтобы у меня открыто можно было говорить. Ведь здесь все просьбы об одном благовестии. Филиппийцам 1.5, благодарю за ваше участие в благовествовании от первого дня до ныне. То есть они участвовали, присылали деньги, необходимые, что в книге, какие переписывали, где-то не написано, что они участвовали. Мы участвуем в благовествовании. Филиппийцам 1.17 знают, что я поставлен защищать благовествование и 1.27, чтобы не нужно подвязались за веру евангельскую, а только филиппийцам и 2.22. А его верность вам известна, потому что он как сына все услужил мне в благовествовании. Ни одного места прочитанного из апостола Павла я не могу применить ни к одному храму. Нигде. Я сразу, а Господи, а кто поверил слышимым отсюда? Ну скажите, где, в какой епархии поверили этому? Слова-то пророка Исаия, они сегодня живые и действенные. 2.14 Которому и призвал вас к благовествованием вашим. И Откровение 11.5 Видел ангела, летящего по небу, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. Почему ангел не летел с Ахтоихом, с Минеей праздничной? Я вопросы просто ставлю. Почему? Если мы говорим о благовестии, прямо поставим вопрос. Господи, вот я слышал Павла, Исаию, Луку, Иоанна, а кому я поверил? Тревожит ли мое сердце, что в течение целого дня я ни с кем не заговорил о Боге? Недели, месяцы, года. А ведь в России сейчас отмечать будут, сейчас в Киев поехал патриарх, тысяча двадцать лет, ну какая же это дата? Ну тысячелетие, понятно, тысяча двадцать лет. Тысяча двадцать лет неблаговестия, вот как надо было назвать. Нет, вижу, опять они пошли в пещеру, опять к мощам, опять к мертвецам. Оставьте мертвецам, хороните мертвецов. Хотим быть живыми? Скажем, Господи, мы услышали Твой призыв, если кто не поверил, а я поверил. Кто поверил? И ты поделился, скажи, я поверил слышенному из Евангелия и из пророков. Да будет душа моя благословенна, если она исполнит все слышанное. Аминь. Аминь.